Хоккейный клуб «Динамо Тверь» официально представили публике. На лёд вышли игроки и тренеры двух команд системы клуба, которые в сезоне 2019-2020 будут играть в столице Верхневоложья в высшей и молодёжной хоккейной лигах. Помимо 1300 зрителей на трибунах спорткомплекса «Юбилейный» присутствовала и наша съёмочная группа. Это первый сезон «Динамо» в Верхневоложье и первый сезон большого хоккея для самих тверичан. Болельщики клуба только начинают знакомиться с командами, поэтому презентация была очень кстати. Будущих любимцев публики нужно знать в лицо. Дмитрий Райков! Игорь Райков! На презентации выступил заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белцерковский. Он поздравил болельщиков с возвращением большого хоккея на Тверской лёд. Это стало возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между регионом и московским «Динамо». Напомним, его подписали в июне этого года губернатор Игорь Руденя и генеральный директор хоккейного клуба «Динамо Москва» Евгений Кровопусков. Это, я думаю, новая эпохальная страница в развитии тверского спорта. Без привлечения, можно сказать, вступили совершенно в новую эпоху развития и профессионального, и юношеского, и, наверное, детского хоккея, который будет развиваться не только на территории Тверского региона, но и, я не боюсь сказать, всей спортивной хоккейной жизни. Потому что Тверь известна своей школой. Почётные гости произвели символическое взбрасывание, после чего на льду развернулось настоящее сражение, которое не вписывалось в рамки товарищеского матча. Молодёжная команда сразу дала понять, что не собираются уступать старшей. К середине второго периода на табло юбилейного горело 5-0 в пользу представителей МХЛ. До перерыва вышка сумела отыграть одну шайбу. В заключительном игровом отрезке зрители увидели ещё три гола. Итоговый счёт 7-2 в пользу динамовской молодёжки. Уже на этой неделе, 6 сентября, Тверское «Динамо» проведёт стартовый матч регулярного чемпионата ВХЛ в Ростове-на-Дону с Ростовом. Молодёжная команда также начнёт сезон матчами на выезде. 9 и 10 сентября белые-голубые сыграют в Москве со «Спартаком». А первый домашний матч тверские зрители смогут увидеть уже 14 сентября. Мы будем вести прямые трансляции всех матчей, которые команда будет играть на юбилейном. Смотрите Тверской проспект «Регион» и болейте за наших.